Здравствуйте! В эфире программа 7 минут. В гостях у меня сегодня Татьяна Соловьёва, ведущая консультанта мехового салона Елена. Здравствуйте, Татьяна! Я вижу, что меховой салон с вами практически. А вот скажите, пожалуйста, вы знаете, откуда вообще у нас в России взялись шубы? Ну, вообще шубы это исконно русская такая одежда, но как бы несколько столетий назад это была исконно мужская одежда, как ни странно. Вот хотя мужчины сопротивляются покупать порой своим дамам шубы, но привилегия их была носить шубы. Раньше шубы из бобра, длинные, длиннополые. И первая женщина, которая одела на Руси шубу из натурального меха, это была Елизавета. То есть все женщины должны сказать спасибо ей, Елизавете. Как Коко Шинель ввела мужской костюм в обиход женщины, брюки, так и Елизавета ввела шубы. А до этого ходили в супонных накидках и в пуховых платках. Поэтому вот такая историческая справка для тех, кто не знал. То есть тем, что мы не мерзнем, и тем, что мы красивые зимой, мы обязаны Елизавете. Будем знать. А вот тем не менее шубы, да, это вот только зимний вид одежды? Покупать шубы, например, тоже только зимой? Да, одежда, да, к сожалению. Но страна у нас северная, это наша как бы вот сейчас такая теплая шкурка на зиму. Вот. Но в принципе есть демисезонный вариант шубок. Это стрежная норка, стрежный там бобрик. Вот. Широко используются как в прохладную осеннюю погоду, в прохладную весеннюю погоду. Но актуально покупать шубы не только зимой. Шуба – это хороший, дорогой подарок любимой женщине на праздник. Вот в преддверии 8 марта мужчины задумайтесь про то, что каждая дама хочет в своем гардеробе иметь шубку. Если первую, то вторую и третью тоже. Вот. Поэтому это актуальный подарок. Естественно, к любому празднику. К дню рождения, к юбилею, на свадьбу. То есть любая дама будет рада такому подарку. Его актуально купить всегда. И летом, и зимой, и осенью, и весной. Тем более сейчас скидки хорошие к 8 марта. Поэтому, мужчины, торопитесь порадовать своих женщин. Вот, кстати, времена как-то все-таки меняются, наверное, да? Если раньше просто каждая женщина считала своим долгом приобрести шубу, то сейчас женщины стали уже как-то более привередливые, наверное, да? Им там нужна не одна шуба, а как бы фирменная шуба, чтобы там были, да? Ну да, да, да. Я с вами согласна. Если раньше каждый хотелось иметь хотя бы шубку. Не важно, да, какая она, но из норки, из мутона, просто шубку. То сейчас тенденции моды движутся вперед, и мы следим за модой. И каждой женщине хочется ходить в хорошей шубке, причем неповторимой. То есть такой, какой ни у кого нет. Вот наш салон, Елена, мы работаем с таким итальянским производителем шуб, который является лидером на мировом рынке, это шубы-браски. Их знает весь мир. Они работают с североамериканской, со скандинавской норкой, с меховыми аукционами. То есть самые брендовые аукционы меха в мире. И поэтому они представляют очень широкий ряд моделей, причем современных дизайнеров и современной обработки меха. Там есть как лазерная обработка меха, есть стрижка меха. Причем все это вместе как бы совмещают и лазерную обработку, и стрижку. То есть шубы получаются дизайнерские, неповторимые, красивые. Наш руководитель, директор салона Елена, она постоянно посещает выставки в Милане, в Сан-Марине. То есть отслеживает специально для наших рязанских женщин. Мы являемся официальным представителем фирмы Браски в Рязани. И такие шубы, как у нас, только у нас. Больше нигде их невозможно приобрести по Рязани. Поэтому мы всех приглашаем на наш дизайнерский проект. Татьяна, как профессионал в шубах, расскажите, пожалуйста, есть, например, вещи, которые меня лично удивляют, когда я их слышу. Например, когда я слышу шубу из цельной норки. Насколько я понимаю, норка маленькая, шуба из нее целиком не может быть. У нас тоже режет порой слух, когда и по телевидению порой мы слышим, и в рекламе слышим шубы из цельной норки. Для пошива шубы используются только спинки норки. Брюшки не используются. То есть самый густой мех расположен на спинке у норки. Ширина спинки норки – это 10 сантиметров. То есть вот 10 сантиметров – это и является цельная шкурка норки. И когда приходят женщины, говорят, мы не хотим поперечку, мы хотим из цельной норки. Это звучит как бы очень нелепо. Поэтому вот то, что сейчас дизайнеры предлагают поперечку, это и есть нерастянутая основная шкурка норки. И подпушек такой меховой, такой плотный подпушек. Он и дает тепло нам зимой. Анна Татьяна, вот весна, мягко говоря, не с горами, практически на носу. Вот есть, например, наверное, весенняя коллекция в салоне Елена? Да, мы уже поработали с весенней коллекцией. И ведущая фирма итальянская – это фирма Хормонли. Представлена у нас сейчас практически в полном объеме в магазине. Здесь не только натуральная кожа, как таковая, к которой мы привыкли. Здесь идут еще и передовые технологии обработки кожи. Здесь идет сочетание кожи с мехом, с норочкой кожи, кожи со стриженным ягненком. Еще по-другому мы называем керли. Это молодой ягненок, у которого полностью практически выстрижен мех. И она такая набивная, плюшевая получается, очень красивая шкурка. Кроме этого, пуховички, которые тоже остаются актуальными в этом сезоне. Но пуховики также с натуральным мехом комбинированы, с чернобуркой скрашенной, с норкой, с шиншиллой. То есть ряд очень таких модных моделей. Еще фирма Хорманлет, единственная фирма в принципе в мире, которая работает со шкурками стриженного теленка. Это смотрится как велюровая ткань. Вот если посмотреть, некоторые женщины у нас не могут отличить ее визуально, пока еще не потрогали, не ощутили всю прелесть. Они смотрят на манекене, висит и думают, что это либо драп, либо велюровая ткань. Когда они ее одевают на себя и ощущают, что это мех. Только мех так вот искусно выстрижен с рисунком, с красивым принтом, с сочетанием с норкой, с сочетанием с кашемиром. Это смотрится вообще эксклюзивно. Поэтому мы всех приглашаем посмотреть, купить, померить. В общем, весной можно быть еще шикарнее, чем зимой. Да, весной можно быть еще шикарнее, чем зимой. Про какие-нибудь акции расскажете? Да, у нас в магазине всегда широкий курс акций. Во-первых, всем Геленам, которые живут в городе Рязани, у нас всегда, вне зависимости от праздников, от сезонов, всегда скидка. Вторая акция. У нас постоянным клиентам накопительная скидка. К 8 марта у нас скидка. Причем приглашаем мужчин. Не только женщинам к 8 марта скидка, но и мужчинам тоже скидка на женские покупки. В связи с тем, что каждый мужчина хочет видеть свою женщину нарядной, красивой, неповторимой. Мы идем навстречу мужчинам и делаем умопомрачительные скидки. И, естественно, каждая женщина, которая заходит в наш салон, будет воспринята нами, будет нами одета, соответственно, ее вкусом, ее потребностям, ее размером. Ни одна женщина у нас не уйдет без покупки. У нас очень профессионально работают продавцы, которые смогут подобрать, посоветовать. И порой встречается так, что женщины приходят и сами не знают, что они хотят. Мы вот приходим в магазин и думаем, что я хочу, что-то хочу. Вот мы посоветуем, что хочет конкретная женщина. И вот в плане оплаты какие варианты? И в плане оплаты у нас варианты очень разные. Мы можем работать и с наличным, и с безналичным расчетом. Принимаем оплату по картам банковским. Кроме этого, у нас присутствует широкий ряд рассрочек, кредитов. То есть всегда пойдем навстречу нашему покупателю. Поэтому с оплатой даже могут дамы не переживать. Мужчины тоже. Мужчины тоже. Ну что ж, приходите обязательно в меховой салон Елены. Татьяна, вам спасибо за столь увлекательную беседу. Нашим телезрителям напомню, что в гостях у меня сегодня была Татьяна Соловьева, ведущий консультант мехового салона Елены. Это программа «Семь минут». Увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok